утро дорогие друзья всем доброе утро добрейшая и лульская и лульское утро сегодня 20 сентября и 24 и луля месяц осталось 6 дней дороже шина сегодня кстати из осталось 6 дней дороже шина то сегодня день сотворения мира представляете то есть когда бог сотворил мир он вначале сотворил мир вначале он первый день сотворил энергию да то что называется энергия когда мы читаем перешит барай лаким это шамам в это арец первая фраза это в начале бог сотворил небеса и все что относится к небесам то есть духовную часть мироздания и потом землю и все что относится к земле это была материальная часть мироздания он сотворил материал как говорят нам наши мудрецы вначале он сотворил из ничего первичный материал потом из первичного материала пошло два материала разных и потом каждый материал разный начал разворачиваться в духовные миры его материальные миры но все это идет от всевышнего так что интересно значит потом было там 2 3 4 5 6 день и на 6 день был сотворен адам первый человек и потом был шаббат так вот получается если сегодня 24 илуля а роша шана это день сотворения первого человека когда появился тот кто воспринимает мир ведь что делает человек он воспринимает поток мироздания то есть каждый из нас что делает мы воспринимаем сигналы мироздания свои своим телом своим интеллектом своими эмоции это уже выражает это сигнальная система эмоции да мы воспринимаем все сигналы и потом эти сигналы преобразовываем все творцы мы все преобразовываем сигналы которые получаем из внешнего мира и выдаем свои сигналы мы такие проводники и вот значит когда появился первый проводник божественного света проводи который человек человек это проводник божественного света животное Тоже проводники божественного света Но они такие биороботы То есть животное оно просто запрограммировано На определенные программы Такое как биоробот Без свободы выбора У животного нет возможности Сесть и подумать Стоит ли мне сейчас реадировать или не стоит То есть оно или реагирует или не реагирует У него нет возможности предположить Что будет если И он не может сказать другой кошке Ты на меня смотришь, как будто бы ты меня не уважаешь. Только человек способен создавать то, что называется подобие духовных миров. То есть наши интеллектуальные миры, то, что человек себе придумывает о себе, о будущем, идеологии, предположения, это вот в этом подобие человека Богу. То есть мы подобны Богу, который творец мироздания, а человек творец своей жизни. Понятно, да? Хорошо. И мы изучаем Тору. Тора это божественное знание о мироздании. Назовем это так. Божественное знание о мироздании мы с вами вместе изучаем и прекрасно продвигаемся. Итак, значит, книга о Йом-Йом. Сегодня день. В этой книге сегодня нам дается очень интересная информация, такая короткая, но очень полезная. Очень полезная, очень многообъясняющая. Да? Я вам советую записывать какие-то свои идеи и в конце ими делиться. Очень сегодня глубокие, две глубоких идеи сегодня, прям сразу. Значит, в книге о Йом-Йом написано так. «Были времена, были времена, когда любое услышанное воспринималось как святая Тора, а всё увиденное как прямое указание к служению и поведению». Значит, что это значит? Что значит, были времена, когда все услышанное было как Тора, и все увиденное было как прямое указание от Бога к служению поведениям. Увеличить деятельность ВАИКРА в десятки раз. У нас есть планы сделать онлайн-школу, у нас есть много разных планов дополнительных, что можно сделать. Но на все это нужны средства. Средства мы хотим, чтобы, так как мы делаем это вместе, вот внизу, видите, ссылочка. Стань частью великого, большого движения. Мы занимаемся только образованием. Мы хотим заниматься образованием, но мы хотим, чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате, в котором ему удобно, чтобы все было понятно. То есть мы свет и радость приносим людям. Это наш принцип, наша миссия. Поэтому выбирайте, кем вы хотите быть, другом, партнером или спонсором. И, значит, welcome, входим в следующий год вместе. Входим в следующий год вместе. Значит, были такие люди, которые назывались пророки. Пророки — это те люди, которые воспринимали духовный мир. У них был специальный как орган восприятия, который был соединен с духовным миром. И они видели как бы изнанку мира. Они видели духовные законы, которые по каскаду спускаются сюда. И причины всего, что здесь происходит. Это было то, что называется воля Всевышнего. И все, что они слышали, они были на таком уровне восприятия. Есть известная такая метафора. Вот, например, врач смотрит на человека вот так вот, да? И он, значит, если это врач, который работает уже там 30 лет врачом, он на него смотрит, и у него сразу как бы внутри у него все диагнозы этого человека, которые вот как будто бы он его обследовал. Смотрит на человека, например, дизайнер, да? И он сразу обращает внимание на какие-то там, на какие-то формы очков, там формы... Когда каждый человек смотрит на мир сквозь фильтры своего восприятия. Есть люди очень поверхностные, они видят мир только поверхностно. Есть люди очень глубокие, которые видят мир очень глубоко. Они видят мир прям глубоко-глубоко. Шлома Амеллах, царь Соломон, он сказал когда-то в Мишле, «Беколь драхеха деу, на всех своих путях познавай Бога». «Ве у яшер архатеха». Бог сказал Шлома Амеллах, что на всех своих путях познавай Бога. Это вид божественное проявление везде. А книга, которую мы сегодня изучаем, она нам говорит, что были времена, когда это видели и так все. То есть люди были на таком более высоком уровне восприятия, что они во всем видели проявление божественного и не просто догадывались и выдумывались. Сейчас тоже такие люди есть, которые знати читают, которые ясновидящие. Но они больше находятся в плену интеллектуальных своих представлений о том, как должно быть. А раньше люди были, которые реально ясновидящие. То есть были такие времена. Сейчас кто-то более такой чувствительный, кто-то менее. Интересно, что все наши первые праотцы, вот те, про кого рассказывает Тора, Авраам, Ицхак, Яаков, потом Давид Амеллах, царь Давид, все они были пастухами. Машер Абейну, Моисея, они жили отдельно от людей. И они очень много времени проводили с природой и с овцами. В чем здесь намек, может быть, что здесь мы можем для себя понять, да? Сейчас есть такой способ служения, это Бресловский хасиды его рекомендуют. Рабин Ахман из Бреслова, он рекомендовал каждый день выходить на природу и час на природе разговаривать со Всевышним. И он говорит, что тот, кто делает это служение, выходит и своими словами на природе. Именно на природу надо уходить, они уходят в лес. На пушку леса, куда-нибудь, ну, должна быть, чем более дикая природа, тем лучше. И когда ты на природе, именно час в день, можно начать с полчаса, можно начать даже с пяти минут, но в итоге лучше прийти к часу в день. Если вы час в день на природе разговариваете со Всевышним какое-то время, то вам открывается совершенно другое восприятие себя, мира Всевышнего. То есть, почему? Потому что в природе, там, где окружающий мир не пропущен сквозь фильтры восприятия других людей, божественное, оно более чувствуется, чем когда мы взаимодействуем. То есть, весь мир вокруг нас, это мир, который построили, придумали другие люди. И он весь искаженный. Я сейчас нахожусь в Турции, провожу тренинг для одной компании. И в номере, например, там, раковина, она, я думаю, это номер, наверное, для инвалидов. Ну, потому что она очень низкая, прям почти по колено. Потом думаю, а где же полотенце? Нету полотенец. Смотрю, а крючок прибит, что я даже не могу дотянуться. Думаю, странно, какая-то, ну, расположение. Тут для маленьких, тут вообще не могу дотянуться, там, над дверью вообще. Какая-то странная вещь. Так весь мир, в котором мы живем, который сделали люди, он такой же странный. Он очень странный. То есть, он весь является уже производным восприятием других людей. То есть, все они там, эти так настроили, эти так настроили. Один моду так придумал, другой моду так придумал. Этот, значит, компьютеры делают такие, этот такие. Ну, то есть, как в Израиле говорят, у каждого Абрама своя программа. У каждого додика своя методика. У каждого пиника своя лирика. И весь окружающий мир людей, он вот такой искаженный. А природа это произведение Всевышнего. То есть, любой цветок, любая травинка, любое дерево. И вы, если на них посмотрите, и рассмотрите, и вникните, то вы увидите, насколько это невероятная красота и совершенство в каждой травинке, в каждом цветочке, в каждой, в каждой вообще вот природной какой-то, какой-то композиции. Но это невероятное совершенство. И на природе, когда вы начинаете разговаривать со Всевышним, и благодарите его за то, что у вас есть. Я не на кемпинге, я в Турции сейчас, в Турции не на кемпинге провожу обучение для людей, которые создают виртуальную реальность. Они создают вообще новый мир, который не просто искаженный. Я вчера пробовал эти VR, эти очки. Просто ты одеваешь очки, и ты попадаешь вообще полностью в другую реальность, многомерную. Это вообще просто я вчера, честно говоря, испытал шок. Потому что тело абсолютно, ну, как будто бы для тебя вот эта вот реальность, которую ты видишь в очках, как будто бы ты в ней находишься. То есть мы сейчас переходим в какое-то, там, например, я думаю, что через несколько лет урок Торы будет, вот, будет все сидеть в вот этих очках, и мы будем как будто бы сидим в одной комнате, все вот так друг друга видим. Ну, то есть будет совершенно, ну, совершенно другая реальность, да, наступает на нас. Это сделали люди, и это действительно производное уже творение человека. А природа, она, это творение Бога. Хорошо, значит, еще раз. То, что мы сейчас узнали из книги о Йом-Йом, что были времена, когда все люди были подключены к Божественному, и были люди, они понимали и слышали и видели во всем, что вокруг них, проявление Божественного. Это первая вот книга о Йом-Йом. Вторая книга называется «Обретение неба на земле». Это Равин Фридман из Канады. Он изучал много идеи Любавического Рэбе. И в этой книге он нам делится, как получить на земле, на земле рай. Да, он наш современник, вот недавно он эту книгу написал, и он здесь дает совет, как получить совет, особенно этот относится к мужчинам, и особенно к женатым мужчинам, этот совет, как получить рай на земле. То есть, если у вас есть женатые мужчины, которые где-то вас окружают, то можете послать им этот совет. Значит, он взял отрывок из письма Любавического Рэбе, который он писал какому-то мужчине, который писал ему вопрос или просил его совета Рэбе, что делать, если он спорит с женой. И он ему отвечает Рэбе Любавичестве. Вы пишете, что расходитесь во мнении со своей супругой. Кажется во всем. То есть, человек пишет Рэбе, пишет Рэбе, я расскажусь во мнении со своей супругой, кажется во всем. Я думаю, что это ситуация достаточно часто встречающаяся. Рэбе ему отвечает. Вы так пишете, что вы расходитесь во мнении со супругой, кажется во всем. Рэбе ему отвечает. Но это естественно. Он говорит, это естественно. Мы так созданы. у каждого собственный ум и спорить это естественно то есть он говорит о чего ты возмущаешься да так так она задумана то есть это у каждого собственный ум каждый видит жизнь по-своему спорить это естественно говорит ему рэбэ а вот вам следует научиться уступать он ему пишет то есть вопрос проблема не в жене и проблема не в том что вы спорите а проблема в том что вы не можете уступать и в этом проблема. И вот в каждой ситуации есть совершенно разные ракурсы, абсолютно разные ракурсы. И если ты смотришь на ситуацию, например, семейной жизни, как на место боя, где ты должен доказать свое и так далее, это один ракурс. Если ты смотришь на семейную жизнь, как место для личностного роста, где ты с помощью партнера растешь духовно, растешь. То есть он постоянно создает тебе вот этот вот тренажер, который высвечивает все твои слабые места. И рыба ему говорит, смотрите, вы жалуетесь, что вы спорите с женой, да? То есть вы видите в этом проблему. Он говорит, в этом нет проблемы, это нормально, то, что вы спорите. Проблема в том, что вы в споре не можете уступить, что вы настолько, ваше мнение и ваша, как бы, гордость, да, ваше желание доказать свою правоту, оно настолько сильное, что это создает трение. Это создает трение. Он говорит, а вы просто научитесь. Это как раз для вас сейчас Всевышний вам говорит, научись принимать, научись расслабляться, научись не вступать, научись делать добро, в конце концов. То есть когда ты с другим человеком соглашаешься и даешь ему почет и кого-то, и уважение, то, тем более, если это твоя жена, то тогда что? Тогда у тебя будет рай на земле. У тебя будет рай на земле. А, ты говоришь, я такой великий, что я не могу, это для меня унизительно. Вот тут рыба говорит, вот тут проблемка. Говорит, научитесь уступать. Представляете, насколько разные могут быть ракурсы на один и тот же вопрос, какую можно видеть в разных вещах, какую можно видеть в глубину. И действительно, значит, перед Рожешиной, я хочу сейчас сказать один совет, очень важный, кто, особенно это мужчин касается, что есть в Талмуде исследования, например, в Мишли, в притчах царя Соломона, 915 отрывков, 31 глава. Из 31 главы я когда-то хотел выбрать именно те отрывки, 915 отрывочков, 31 глава. В среднем, получается, по 30 отрывков в каждой главе. И я думал, мне было интересно все, что связано с деньгами. Думаю, сколько же там про деньги, да, как стать богатым, как заработать деньги. То есть, меня эта тема интересовала, она интересует моих подписчиков, клиентов, и я думаю, меня тоже она заинтересовала. Значит, в Мишли про деньги 150 отрывков из 915. 150 отрывков, я их выбрал, то есть, я готовил книгу, притчи про деньги, сейчас должна выйти просто полностью притчи, вот с Божьей помощью, а потом, наверное, вернусь к этой книге, притчи про деньги. Но царь Соломон эту книгу написал, чтобы рассказать, как жить, то есть, реально в ней скрыта вся житейская мудрость, которая вот прям конкретно, притчи это о житейской мудрости, экклезиаст это о философии, о подходе к жизни. Кстати, на новой игре есть мои уроки и по притчам, и по экклезиасту. Значит, экклезиаст это смысл жизни, притчи это житейская мудрость. Значит, 150 это одна шестая часть посвящена деньгам. Если я не проверял, но я думаю, что отношениям с женщинами посвящено больше отрывков, наверняка больше. То есть, там конкретно, я думаю, там отрывков 300 будет про женщин, да? Потому что так устроено, что люди в этом мире должны жениться, должны жить вместе. И от того, как ты выстроишь вот эти свои отношения, зависит, обретение неба на земле, зависит больше всего. Это очень важно. Да, так, про деньги. Написано в Талмуде, что сказал один великий мудрец Рова, сказал он своим ученикам, говорит, если хотите разбогатеть, в этом году, в этом году я добавляю, но сейчас как раз время, что мы же готовимся к следующему году, рошашина. Если хотите разбогатеть, почитайте ваших жен. Почитайте ваших жен, сказал он своим ученикам. Почитайте ваикару, это оказывайте им почет, уважение, это то, что Рэбэ сказал, научитесь уступать и так далее. Значит, это путь для того, чтобы разбогатеть. Значит, спрашивают, спрашивают многие комментаторы, как это работает, почему это, какая связь. И связь очень простая, я слышал один комментарий, очень глубокий, чтобы сейчас вот вы поняли, глубина Торы. Значит, мы возвращаемся опять к сотворению первого человека. Когда Бог сотворил первого человека, потом он ему сотворил жену, сделай ее помощник против него, что если он удостоится, если он правильно будет жить, она помощник, если неправильно, она будет против него, будет ему показывать, где у него там какие-то пробои, ошибки. И вот, значит, дальше они согрешили, они оба согрешили, она согрешила, и потом ему сказала съесть от дерева познания добра и зла, и Бог им говорит, все, говорит, вы оба согрешили, значит, женщина говорит, это не я, это змей, мужчина говорит, это не я, это женщина. Бог говорит, нет, каждый отвечает за себя сам, и каждому дал наказание. Мужчине дал наказание, женщине дал наказание, и змею дал наказание. Хотя каждый валил на другого. И, значит, женщине он дал наказание, 9 наказаний, в основном они связаны с тяжестью родов. Да, в муках будешь рожать, будешь выносить плод, там будет очень тяжело тебе рожать, и мужчина будет над тобой властвовать, это было ее наказание. Тут она его заставила, значит, чтобы он съел, а Бог дал ей проклятие, мужчина будет над тобой властвовать, и на протяжении всего человечества, вся история, мужчины властвовали над женщинами очень жестко, то есть было конкретно, прямо до сих пор, вот в мусульманских странах это сохранилось, то есть женщины, они очень-очень такие под властью мужчин. Так было на протяжении всей истории. А мужчине он дал одно проклятие, он дал мужчине проклятие, что в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. И с тех пор мужчины только тем и занимаются, что бегают, бегают и пытаются заработать, выжить. Опять же, на протяжении всей истории человечества это была очень тяжелая задача принести домой еду. То есть люди голодали, были бы воины, разбойники и так далее. Мужчины реально, чтобы вырастить, содержать семью, мужчины работали, уходили в какие-то там дальние путешествия, продавали себя в рабство, чтобы семью содержать там. Ну то есть реально было очень тяжело прокормить семью. Теперь, почему же, если ты почитаешь свою жену, это принесет тебе деньги? Потому что все в этом мире очень уравновешено. И сказал, значит, Всевышний, когда дал женщине 9 проклятий, одно из них, и мужчина будет на тобой властвовать, оно он передал в руки мужчины. То есть мужчина сильнее, он может властвовать, а может почитать жену и уступить ей. То, что Рэбе сказал, уступайте своей жене. И если мужчина отказывается от своей власти, он говорит, я с тебя снимаю это проклятие, я не буду над тобой властвовать, я тебя почитаю, я тебя уступаю. То есть ты моя жена, я тебя уважаю, почитаю и уступаю. То Всевышний с него снимает проклятие, в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб, то есть будет тяжело тебе зарабатывать. И Рова сказал своим ученикам, хотите, чтобы вам легче было зарабатывать, значит, меньше, вернее, больше почитайте своих жен и снимите с них это проклятие, что вы над ними власть, вы сильнее. Вот это вот такая вот лайфхак перед Рошашана. Те, кто могут уступать женам, то теперь вы делаете это с мыслью, что сейчас вы как раз зарабатываете деньги, и вы как раз уступаете не просто так, а Всевышний вас вознаградит. Хорошо, и чуть-чуть нам осталось буквально несколько отрывков, давайте недельная глава Ницавим, сегодня отрывок, получается, день третий сегодня главы, и сегодня рассказывается здесь такой очень интересный момент, что вот, это еще раз напомню, что книга, вся книга Дворим, все последние главы, это как завещание, последняя речь Машерабену перед смертью, то есть он уже знает, что он умрет, что он не зайдет в землю Израиля, вот еврейский народ после 40 лет в пустыне, вроде бы они исправились, вроде бы умерли все рабы, которые были, вроде бы они 40 лет кушали ман, вроде бы они уже учат Тору, запомнили все пророки на уровне такого пророчества, и Машерабену им дает последние наставления перед смертью, и сейчас глава Ницавим, где он им говорит, вот вы все сейчас стоите перед Богом и дает им вот такое вот напутствие, и он говорит, значит, самое главное не служите идолам, то есть он говорит, что это самое главное, знать, что все от Бога, нет никаких других сил, никаких других там властителей, все от Бога, все от Всевышнего, то есть это он им говорит, И напоминает, что вспомните, как жили мы на земле Едипта, и как жили мы среди племен, которые проходили. А в то время были страшные идолопоклонники, они приносили детей в жертву, они там пили кровь. Вот эти вот все современные, которые с бубнами танцуют там шаманы, это просто любительский театр относительно того, какие были в то время идолопоклонники. И он им говорит, вы видели все их мерзости, которые они делали, все их эти идолы, как они, ну, они страшные вещи делали. То есть люди, вот возьмите сейчас самых неадекватных. Знаете, есть в Индии, есть такие, которые живут на кладбищах среди трупов, едят эти трупы, там все время они обкурены, курят без остановки. И есть такие, прям, я не помню, как они называются, но это секта у них есть такая сатаниста в Индии, которые живут среди трупов на кладбище, едят трупы, трупоеды такие. Вот это вот трупоеды, это относительно тех старых идолопоклонников, они очень приличные люди. То есть и Машера Бейну, напомню, что все в этом мире уравновешено. И если в то время было пророчество, и люди воспринимали Бога в чистом виде, то параллельно было же такое же зло, магия и так далее, то есть намного сильнее, чем сейчас. И значит, он им говорит Машера Бейну, пожалуйста, помните, никаких идолов ничего не делайте. И дальше он им говорит такую интересную вещь, 17 отрывок. «Быть может, есть среди вас мужчина, пен еш бахем иш о еша, может быть, есть среди вас мужчина или женщина, о миш паха или семья, о шевет или целая даже, может, род, целая колена, которые в сердце уклоняются от служения Всевышнего». То есть у них есть в сердце какая-то мысль, что да, Бог где-то там, а тут есть другие силы, да. «Быть может, есть среди вас корень, который плодящий яд, вот это, да, яд, вот эта идеология, что не все от Бога». То есть Машер говорит, если это есть, он говорит, поймите вы, запомните, что на этой земле, в земле Израиля вы сможете жить, я сейчас коротко пересказываю, может жить только святые люди. И если вы не будете святыми людьми, если вы будете служить идолам, то Бог вас отсюда сотрет из этой земли и выгонит вас из этой земли. И, значит, и люди будут просто поражаться. Интересно, что то, что здесь написано сейчас в этой вот отрывке, приводили, приводили, я не помню, кто-то из известнейших мировых классиков писателей лет 150 назад приезжал в Израиль. И он говорит, как-как удивительно, как сбываются эти слова, написанные, он был христианин, написанные в Библии, это же письменная тора, это то, что называют христиане Веткий Завет. И он приехал, кто-то из таких вот, я не помню, это в книге Раф Зильбера «Пламя не спалит тебя», он приводит этот отрывок. И он говорит, он просто поражался, говорит, вот написано, на этой земле будет серая соль, вся земля незасеваемая не произрастает. Представьте, сейчас Израиль экспортирует продукты питания, овощи, фрукты, помидоры, все экспортирует. А на протяжении, от разрушения храма до 1948 года, когда возникло государство Израиль, всегда был голод, ничего не росло, болото, пустыни, был голод страшный. Это потому, что написано в главе Ницавим, что если будут евреи на земле Израиля служить идолам, то тогда Бог их изгонит, и значит земля будет их ждать, потому что эта земля принадлежит только еврейскому народу, потомкам Авраама, Ицкака и Якова. И прямо здесь написано, что скажут народы мира, за что их Бог изгнал в Амру, аляшер озвоят бриташем илокей авутам, за то, что оставили они союз Бога Всесильного их отцов, который он заключил с ними, когда вывел их из земли Египта. Вот за это они наказаны, и действительно 2000 лет, значит, еврейский народ находился в изгнании, за то, что они нарушили союз с Богом, и в Айлху, в Айявду, Элуим Ахрим, и пошли они служили Богам-друдим, и поклонялись им, Богам, которых не знали, и которые ничего им не делали. То есть Бог вывел из Египта, Бог ввел в пустыню, Бог делал ман, Бог делал чудеса, и если евреи об этом забывают, то происходит изгнание. Если евреи об этом вспоминают, то тогда происходят чудеса, война 1967 года, ее не изучают в военных академиях, потому что это война-чудо, то есть признано всеми военными экспертами, что то, что произошло в 1967 году, шестидневная война, это было конкретное чудо, которое необъяснимо с точки зрения военной науки никак, и вообще необъяснимо. Когда одна маленькая армия еврейского государства, она дошла до Каира за шесть дней, и до Александрии, это было просто чудо. Значит, и в конце написан очень важный отрывок, который прям 28-й отрывок, он звучит так. Машер Бену говорит, то, что скрыто в душах людей, это Бог знает, но открытое нам и нашим сыновьям, значит, должны мы выполнять все слова этой Торы. То есть, объясняет устная Тора, Раша объясняет, что если вы сами не будете взыскивать за нарушение Торы, за преступления, тогда Бог будет взыскивать со всего народа. То есть, нет такого, что одним евреи могут соблюдать, другие не могут и так далее. То есть, Бог заключил союз с народом, сказал, вы все должны соблюдать заповеди, и если еврейский народ начинает не соблюдать, и те евреи, которые внутри, говорят, а ладно уже, какая разница, то это преступление для всего народа, и Бог за это карает еврейский народ, неоднократно это было. Как только евреи перестают соблюдать заповеди, идет наказание на весь народ, так здесь написано, и ничего здесь нет, сделаешь. То есть, евреи были рабами в Египте, стали рабами у Бога, и должны соблюдать заповеди, нет вариантов не соблюдать. И соблюдение заповедей, то есть, все должны помогать друг другу, поэтому любая участия Рэбе, он как раз, знаете, когда стоят хабадники, филийные одевают, он огромное-огромное влияние, прям все хабадники, они прям заряжены на то, чтобы помогать соблюдать заповеди. Единственное, что Рэбе сказал, здесь написано, надо наказывать тех, которые не соблюдают, но Рэбе сказал, что сейчас это не работает. Сейчас, кстати, если мы вернемся к первому, то уже властвовать над женщиной и так нельзя, то есть, ты как бы и не можешь. Но если ты это делаешь добровольно, уступаешь, то тогда ты хоть награду получаешь. А если ты недобровольно пытаешься властвовать, то ты и награду не получишь, и проблему получишь, и вместо рая на земле получишь проблему. Поэтому лучше прямо уступить осознанно, и значит, я закончу навесу.